Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 23 апреля, Православная Церковь совершает память священномученика Григория V, патриарха Константинопольского. Святитель Григорий родился в 1745 году на Пелопоннесе, где Митсане и происходил из бедной семьи. Он получил начальное образование у своего дяди иеромонаха, а затем поселился неподалеку от Смирны. Пострик Григорий принял в монастыре на одном из островов архипелага Страфады, а завершил богословское образование на Патмосе. Григорий вернулся в Смирну. Здесь митрополит Прокопий, относившийся к нему с отеческой любовью, рукоположил его в архидиакона, а затем в священника. Когда же сам Прокопий был возведен в патриарше достоинства, он хератонисал Григория воепископа Смирнского. 12 лет святой иерарх мудро с апостольским рвением руководил паствой большого и богатого города Смирны, центра греческой культуры в Малой Азии. Его трудами были восстановлены многие церкви, основаны школы и организована целая система помощи бедным. В 1797 году он был избран Константинопольским патриархом. Пожелав вернуть достоинство патриаршему сану, святитель Григорий восстановил дворец Фонар. Он устроил также типографию, в которой печатались книги на народном языке, способствовавшие культурному и духовному пробуждению греческого народа. Святой иерарх строго следил за соблюдением церковных канонов и моральной чистотой клира. Патриаршество святого Григория пришлось на беспокойные времена. Греки, более 400 лет находившиеся под турецким игом, волновались и готовили всенародное восстание. Предстоятель, ощущая свою ответственность как пастыря, старался успокоить горячие умы, однако тайно укреплял народное самосознание. Через полтора года патриаршего служения святого Григория, епископы которых он осуждал за недостойное поведение, донесли на него султану. Тот отправил патриарха в ссылку сначала на Ахалхидику, а затем в Иверский монастырь на Святой горе. Во время вынужденного пребывания на Афоне святой посетил все монастыри, проповедовал Слово Божие и был для всех образцом монашеской жизни. Он благословил святого Ефимия на добровольное мученичество и выразил радость и гордость, получив известие о мученичестве святого Агафангела. Таким образом, он дал понять, что считает смерть из любви ко Христу высшей целью и венцом христианской жизни. Возвращенный на патриаршество в 1806 году, он был с воодушевлением принят христианским населением Константинополя. Однако через два года, когда дворцовый переворот привел к власти султана Мехмеда II, святитель Григорий был вынужден сложить с себя патриаршесан и удалиться на Афон. Там он продолжил изучение святоотеческой литературы и преуспевал в монашеском делании, при этом следил за ситуацией в церкви и в народе. В 1818 году к нему обратились члены тайного общества, которое готовило восстание, пытаясь объединить и согласовать между собой разрозненные силы. Григорий с воодушевлением подтвердил свою преданность делу освобождения. Однако, считая, что время еще не пришло, он посоветовал им хранить терпение. Некоторое время спустя святой вновь был возвращен на патриарши престол и возобновил свою деятельность, способствуя в первую очередь строительству школ для того, чтобы дети получали греческое образование. Он организовал также фонд милосердия, который принимал средства от состоятельных греков и направлял их на вспомоществование бедным согражданам. 1 февраля 1821 года началось восстание греков в Дунайских княжествах. Недостаточно хорошо организованное, оно повлекло за собой ужасные кровавые репрессии в Константинополе и во всех крупных городах Османской империи. Все знатные люди, как-либо связанные с мятежными княжествами, были казнены, четыре епископа арестованы. Когда правительство отдало распоряжение всем аристократическим греческим семействам Константинополя явиться в фонар, патриарх, понимая, что сейчас начнется массовое избиение, выступил перед высокой портой гарантом их благонадежности. Султан, недовольный этим поступком, заставил Григорий отлучить от церкви главу восстания Александра и Псиланти и его соратников. 31 марта на Пелопоннесе было объявлено всеобщее восстание. Три дня спустя, в понедельник Страстной Седмицы, великий драгоман, представлявший греческую общину при дворе султана, был казнен вместе с другими знатными греками. Патриарх, понимая, какая судьба его ждет, отказывался от предложений о бегстве, говоря, «Как я ставлю свое стадо? Ведь я ношу патриарший сан, чтобы вести народ к спасению, а не для того, чтобы подставить его под сабли янычар. Моя смерть будет полезнее, чем моя жизнь, поскольку благодаря ей греки будут сражаться с мужеством отчаяния, которое часто приносит победу. Нет, я не стану посмешищем для всего мира. Спасшись бегством, чтобы, глядя на меня, люди говорили, вот патриарх-убийца». На Пасху, 10 апреля, святитель Григорий спокойно и торжественно отслужил пасхальную литургию, прерывавшуюся только рыданиями молящихся. По окончании службы его известили о восстании на Пелопонессе. Патриарх сказал, «Ныне, как и всегда, воля Господня добудет, через несколько часов ему объявили о его неизложении, и янычары грубо повлекли патриарха в тюрьму. На допросе и во время пыток он хранил невозмутимое молчание, которое нарушал только тогда, когда от него требовали отречься от веры. На это он отвечал, «Христианский патриарх христианином и умрет». Вскоре был избран и возведен на патриарший престол его преемник, а святителя Григория повесили у входа в патриарший дворец, который в память об этом с тех пор остается закрытым. Перед смертью мученик воздел руки к небесам и сказал, «В руки Твои, Господи Иисусе Христе, предаю Дух Мой». Иудеи и турки бросали камни в мертвое тело святого, а чиновник, которому было поручено совершить казнь, сидел рядом и курил. Тело с привязанным к шее обвинительным актом оставалось на виселице три дня. Потом иудеи выкупили его за 800 пиастров и волочили по улицам с криками радости и насмешками в адрес святого патриарха. В конце концов, они бросили его в море. Несмотря на тяжелый камень, привязанный к шее, тело мученика оказалось на поверхности. Оно было поднято из воды греческим кораблем под русским флагом и доставлено в Одессу. Тело святого было выставлено для поклонения на много дней, и за это время не появилось никаких признаков тления. В 1871 году, по случаю 50-летия греческого восстания, мощи святого были перенесены в Кафедральный собор Афин и помещены в столице с большими почестями. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и иных 33-х, мучеников Иакова Пресвитера, Азадана и Авдикия Диаконов, персидских, священномучеников Легонта, Пангильского Пресвитера, мученика Димитрия, Вдовина. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину воскресе Христос! 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 Субтитры создавал DimaTorzok